Между тем, Радий Хабиров назначил нового в Рио министра строительства в Башкирии. Мы знаем, что недавно Радель Саэтов покинул эту должность, да, тоже он был в качестве в Рио. Сейчас в Рио назначен 55-летний Владислав Сидоркин, он выходит из строя Торсу-10. Предыдущий тоже недолго сидел на этом месте. Почему такая кучка кадров в Министрое? Почему? Предыдущий тоже недолго сидел. Радель Саэтов просидел в своем кресле 100 дней. Значимая такая цифра, кругленькая. И на сотый день он понял, что там уже жара снизу подпирает. Надо отдать должное бывшему милиционеру Саэтову, он сам ушел со своего поста. То есть он вдруг понял, что это не то, что ему казалось, что все не так здорово и круто, как ему представлялось ранее и прочее. Важнее понять не почему бывший милиционер не стал министром строительства. Это, наверное, просто понятно и так. Он, в принципе, не мог им стать. А важнее понять, по какому сценарию, какими принципами руководствуется Хабиров, назначая министров. То есть понятно, что в последнее время складывается впечатление, что их назначают прямо из бани или от мангала. То есть хорошо веником махал от казана, от мангала, от парной и прочее. Но ведь тут же сейчас прилетела обратно Хабирову как раз-таки ситуация, что ну как так происходит? Назначают человека, человек убегает с работы. То есть такое же было с Булычевым, да, помните? Министр транспорта и дорожного строительства. Тоже он просто исчез. Он недолго сидел. Нет, он просидел, конечно, подольше, чем 100 дней, но человек был абсолютно не соответствующий должности, не справляющийся, который не мог ничего существенного не сделать, не даже сказать. И он потом убежал. До этого убежал этот наш по комитету, комитет по защите памятников архитектуры и так далее. Полставалов. Полставалов тоже, он, как сказать, теряя тапки из незастегнутого чемодана, съехал в Москву, но это было представлено как некая удача и повышение. То есть почему от Хабирова убегают вот эти топ-чиновники? Это же не просто какие-то там плохо оплачиваемые специалисты третьего ранга там с первого этажа Белого дома. Нет, убегают топ-чиновники. Это первый вопрос. А второй вопрос, как вообще происходит назначение? То есть неужели они не обсуждают, неужели они не обдумывают эти решения настолько, чтобы они не оказались вот такими ошибочными? Ну то есть когда назначают министра, один предлагает, другой соглашается, условно говоря. То есть так устроен этот ритуал. Но прежде чем это предложение прозвучит, должно быть серьезное осмысление, тот ли этот человек, компетенции, способности, достижения, верность и прочее-прочее. Где этот анализ? А что все повлияло так на них? Может быть, дело Кучербаева-Беляева? Нет, ну вот если опять-таки широко смотреть на вопрос, то я вижу процесс того, что команда Хабирова не верит Хабирову вот в части его высказывания о том, что там всех защитим, всех прикроем. Не верит. Да, но на прошлой неделе две замки представителей комитета по массовым коммуникациям и СМИ, правильно говорить, замки, замши или все-таки заместители, если это женский род. Ну ладно. Они ушли в отставку. Две штуки. Прямо, синхронно. Там вот красноногая Ольга и вторую я забыл. А он скажет, что власть самоочищается. Это нормальное явление? Нет, власть не самоочищается. То есть, есть ощущение того, что те, кто могут соскочить, начинают соскакивать. То есть, во власти есть люди, которые не могут соскочить уже. Ну, по разным причинам, но, то есть, их несколько и немного этих причин, но соскочить они уже не могут. А соскакивают те, кто могут. Вот замы министров, незначительные министры или министр, который всего 100 дней был министром, он еще пока может соскочить. То есть, вот такое ощущение складывается. И одна из причин, это то, что девальвировались вот эти утверждения Хабирова о том, что он будет всех прикрывать, всем помогать. То есть, ну, посадка Беляева-Кучербаева и еще там сейчас у нас под следствием три мэра городов в Башкирии, это, согласитесь, много, да, Давликаново, Межгорье, Салават на подходе, еще определенное количество людей, значит, и они видят, что этот процесс, то есть, удавка затягивается, а, ну, сознательно или бессознательно, они, конечно, все это, ну, переадресовывают Хабирову. То есть, в конечном итоге, системообразующие принципы команды продиктовал он. То есть, как это должно работать, какие люди должны работать, как взаимодействуют. То есть, конечно, он архитектор всей этой команды. И вот сейчас она начинает потихонечку, ну, те, кто могут, те бегут, вот, спасая, как говорится, нажитые непосильным трудом. Этот процесс, он будет усиливаться или, наоборот, все, кто смогли соскочить, уже соскочили? Если общая ситуация не изменится, и общие подходы не изменятся, и не изменятся, то есть, концепции, которые декларируют Хабиров, то, конечно, этот процесс будет продолжаться и, там, возможно, усиливаться. Вот. Тут страшнее другое. Не то, что, там, например, какая-нибудь Ольга Красноногая покинула, там, пост заместителя руководителя комитета. Проблема в том, что кто придет на ее место. Потому что идет стремительная деградация уровня управленцев. То есть, вот это, то есть, приходит все хуже и хуже. То есть, вот что беда. И, ну, то есть, это должно нас печалить, потому что, в конечном итоге, они пожирают наши ресурсы, они распоряжаются нашими общественными деньгами, я имею в виду бюджет, и это все происходит все хуже и хуже. Продолжение следует... Продолжение следует...